Здравствуйте, уважаемые седоводы-огородники! Сегодня я расскажу вам про замечательное растение чебрец. Его еще иногда называют тимьян. Хорошее растение. Выращиваем не семенами сегодня, а я покажу, как его вырастить из покупного в супермаркете вот такого тимьяна. Вот эта приправа продается в супермаркетах. Конечно, можно семенами посадить, семенами вырастет, но это долгий процесс. Его тоже мы не отметаем. А сегодня расскажем, как в таком, например, горшочке или в другом мы будем сажать вот в таком. И получится через недельки-две-три вот такой вот чебрец. Просто, когда чай пьете, отрезаете от него макушечки. Он от этого не страдает, а наоборот еще и ветвится. И получается не в одну ленточку, а в несколько, и будет у вас кудрявый. Вот здесь вот этот чебрец у меня уже две недели. Перемешиваем, значит, землю с вермикулитом. Вермикулит – это такой разрыхлитель, который влагоемкий, который сохраняет себе воду и отдает, если вдруг воды для растения не хватает в почве. Ну, и по-любому он делает воздушную землю. Так, перемешиваем. Поливаем землю. Так, и берем покупной наш тимьян. Вот у нас тут вот такой покупной тимьян. Веточки живые, но уже как бы немножечко подвялые. Что мы с ним делаем? Вот, мы обрезаем его, можно сказать, разрезаем на черешочки. Вот эти вот макушки, которые я отрезала, его можно вполне использовать в пищу, в чай добавлять. Не все сразу можно, если много. Можно подсушить. Так, а вот эти вот веточки, ну, немножечко от листиков оставляем. Нарезаем вот на такие вот черешочки. Вот такие, как виноградари говорят, чубуки. Чубуки. И нарезаем несколько вот таких вот палочек. Стараемся брать такие вот взросленькие веточки, не зеленые. Такие немножечко слегка одревесневевшие. Они лучше будут укореняться. Мы подготовили черешки. Теперь во влажную землю с перлитом мы просто вот их вот повтыкаем вот так вот. Ну, на расстоянии где-то сантиметра друг от дружки. Не все из этих веточек примутся. Нет, это хорошо, если все примутся. Можно потом пересадить будет в другой горшок. Но, как практика показывает, не все. Поэтому мы пока посадим почаще. А потом, которые решат не жить у нас в горшочке, они отсохнут. Мы их просто повытаскиваем. Так, посадили во влажную почву. Все равно полили, чтобы земля, так скажем, окружила эти черешки. Вот. И, как всегда, чтобы растение хорошо принялось, его надо поставить в какую-то тепличку. Ну, например, вот такую импровизированную с пакетом. Вот так. Вот в таком импровизированном пакете. Время от времени можно открывать его, чтобы доступ воздуха был. И опять закрывать. Ну, и посмотреть, как он там себя чувствует. Полить, попрыскать. И буквально через неделю вы уже увидите, какие растения с вами будут жить, а которые засохнут. Их нужно будет вынуть. Вот как в моем случае, вот я посадила. У меня вот в этом месте, вот где лук, у меня оказалась плешина. Что делать? Я просто взяла лук, отрезала 1 треть луковички и воткнула. И получается у меня и чабрец семьян растет, и зелень на лук. То есть лук на зелень. Попробуйте. У вас тоже, я уверена, получится. Если вопросы появятся в комментариях, задавайте, мы ответим на них. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok